Владимир Васильев возмущен. Всего лишь месяц он занимает должность председателя кооператива собственников в помещении Янбек и уже столкнулся с проблемой задолженности жильцов за услуги КСП. Регулярно платят только пенсионеры, рассказывает мужчина. А люди со стабильным заработком откладывают выплаты в долгий ящик. Некоторые семьи на сегодняшний день имеют долг по 80 тысяч тенге. За полгода наша ПКСК Янбек не оплатили жильцы 3 миллиона 357 тысяч и 940 тысяч тенге. Вы представляете, за полгода всего не оплачена вот такая сумма. А ведь мы занимаемся сейчас подготовкой подвалов для того, чтобы было нормальное отопление жильцов. Где у нас проходят крыши, которые мы полностью по мере возможностей финансовой покрываем для того, чтобы не бежало. В первую очередь горожане оплачивают те коммунальные услуги, где есть реальная угроза их отключения. Например, электроэнергия и вода. За услуги ПКСК кустанайцы платят не так охотно, мотивируя это бездействием некоторых кооперативов. Мы направляем должнику повестки, извещаем о том, что они должны погасить добровольно в порядке. Если же такого не происходит, то у нас составляется график. Выходим по городу Кустанай с коммунальными службами, по квартирный обход. То есть уже на месте разбираемся, кто с должниками. Одним из методов борьбы со злостными должниками, продолжает Руслан Карабеков, это ограничение на выезд за пределы республики, по квартирный обход и опись имущества. Но общая сумма долга за коммунальные услуги по всей области уже приближается к сумме 370 миллионов тенге. Оказано услуг порядком 20,5 миллиарда тенге, в том числе населению 9,5. По данным городов района, в постоянный отчетный период задолженность населения за коммунальные услуги составила 369 миллионов. Из них 50,1 миллиона – это безнадежная задолженность. Возвращать долги с населения предприятие Кустанай-Су решило благодаря использованию специального оборудования. Так называемые ежики дают возможность индивидуально отключать отдельные квартиры должников от системы канализации, тем самым увеличивая скорость оплаты жильцов заводу. Кстати, на сегодняшний день только в Кустанай числится порядка 5 тысяч должников за различные виды коммунальных услуг.